Балтийск – это самый западный город России в Калининградской области. Здесь вы увидите морские суда, в доках идёт ремонт кораблей, на море смотрит каменный Пётр I, маяк по-прежнему светит морякам. На самом берегу Балтийского моря вы увидите большой, огромный бронзовый памятник императрице Елизавете Петровне. Дочери Петра I. Всем привет, друзья! У нас сегодня же другой день. Посмотрите, погода, конечно, так испортилась, дождичек, но тем не менее. У нас день начинается в городе Балтийск. Мы ещё дальше проехали на запад в Калининградской области и приехали в город, который до 1946 года носил название Пилау. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом городе ежегодно на День морского флота проводится военно-морской парад. Сегодня у нас по плану пустить крепость Пилау. Дальше, конечно, вам всё расскажем, что мы сегодня ещё увидим. До конца операции потери составили 4 635 человек. Мы когда проходили через заявление Блюдвик, мы обратили внимание, они сражались за родину, и там фамилий очень много. Вот эти все фамилии, которые участвовали в штурме взятия крепости Пилау. И там каждый год вот эти боевые отряды нам ещё и ещё и ещё приносят фамилии. То есть каждый год это неаконистная цифра. Крепость Пилау была основана в 1626 году шведами. Дальнейшая модернизация крепости происходила в течение трёх столетий. Форт представляет собой пятиугольник со сторонами 80 метров, где в каждом углу стоит бастион и имеет собственное имя. Альбрехт, Пруссия, Кёниг, Кёниген, Кронпринц. Вокруг крепости вырыт широкий ров. Ширина 40 метров, глубина достигала 5-6 метров, вдоль которого с внешней стороны расположены пять равелинов. Крепость всегда исполняла военные функции. Также здесь располагался оружейный арсенал. Чтобы посетить крепость Пилау, вам нужно будет купить билет в музее Балтийского флота. Экскурсии проводятся один раз в день в будние дни около двух часов. На территории крепости находится действующая воинская часть, поэтому вход строго через КПП по паспорту пускают только граждане Российской Федерации. Крепость Пилау стала прообразом знаменитой Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Стены крепости имеют ширину до двух метров. Именно поэтому порождаются слухи о том, что в крепости могут храниться культурные ценности, которые в 1945 году массово возились из городов и районов Восточной Пруссии. Но до сих пор они не найдены. В стенах крепости существуют многочисленные переходы. Причем они так искусно сделаны в виде лабиринтов, что даже сам начальник крепости, который проводил нам экскурсию, говорил о том, что если туда зайти, то практически невозможно выйти. В 1697 году крепость посетила Великое Русское посольство в количестве 250 человек. Среди этих людей крепость тайно посетил и Петр I, который взял имя Петр Михайлов. Но, конечно, догадывались о том, что в этом количестве людей есть именно и наш царь Петр I. Были в крепости и подземные ходы, и бункеры. Но когда немцы покидали крепость в 1945 году, часть из них была залита водой, часть засыпана песком, и даже те подземные тоннели, которые сохранились, они до сих пор исследуются русским географическим обществом. Исследование подземных тоннелей очень опасно, так как до сих пор встречается неразминированное оружие. Поэтому все это происходит очень медленно. После штурма крепости Пилау в 1945 году на территории крепости сохранилось всего три здания, самым большим из которых было здание казармы номер один, в которой располагались солдаты гарнизона крепости. Состав гарнизона крепости достигал до тысячи человек. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 25 апреля 1945 года в ходе ожесточенных боев город-крепость Пилау была взята. И это была самая неприступная крепость, которая была взята за четыре дня. И докладывает Сталину о том, что город взят, уже на административном здании развивается наш советский флаг, но честно внизу приписали, что сама крепость, плантажа, то есть береговая часть, еще держит оборону. Наши войска вошли внутрь и не обнаружили ни одному офицера здесь внутри. Все офицеры к ходу сообщения уже были покинули, а здесь оборону держали только простые солдаты. Экскурсия по крепости Пилау продолжалась два часа, а это семиминутное видео монтировалось в течение пяти дней, так как мы очень хотели донести до вас атмосферу Балтийска. Субтитры создавал DimaTorzok Почему именно Елизавете Петровне посвящен этот памятник? В результате Семилетней войны в 1758 году русская армия вошла в столицу Восточной Пруссии, которая стала провинцией Российской империи. Но, к сожалению, эта территория принадлежала России всего несколько лет, потому что после Елизаветы на престол вступает Петр III и решает вернуть захваченные территории Пруссию. Бронзовая скульптура выглядит весьма впечатляющим. Памятник был сружен в 2004 году. Высота его 14 метров, а общий вес достигает 12 тонн. Это второй по величине памятник в России. По замыслу авторов идеи скульптуры, дочь Петра I Елизавета как бы встречает русские и заморские корабли, входящие в залив. Всем пока и встретимся в следующем видео, а именно в Зеленоградске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин